Аптечное управление ПТП и полигон ТБО получат материальную поддержку. Изменения в бюджет озвучили на сессии городского собрания. В Сочи усиливают работу по эвакуации автомобилей. Как упорядочить систему парковок, сегодня решали чиновники и полицейские. Десять сочинцев посетят московский музей. Такой подарок отличившимся участникам военно-патриотического месячника сделала Лига женщин. Взгляд нежный, улыбка ослепительная. По такой ориентировке работали сегодня сотрудницы городского УВД. В Сочи усиливают работу по эвакуации автомобилей. Как упорядочить систему парковки на курорте, сегодня на специальном совещании решали чиновники и полицейские. Расскажет Инга Габешия. Парковка в два ряда на центральных улицах города становится нормой. Автомобили заполонили и бордюры, и всевозможные проезды, в том числе к придомовым территориям. Здесь нарушения и правил дорожного движения, и мер безопасности. Пожарные расчеты порой оказываются между двух огней. Дорога к месту возгорания превращается в зону преодоления препятствий. Такое скопление машин на проезжей части наблюдается на фоне пустующих многоуровневых парковок, которых в городе построили десятки. У нас 230 мест. Первый час у нас 100 рублей стоит. Больше часа, сколько бы ни стояли, 12 часов, ну последующие 12 часов, всего 200 рублей. То есть целый день постояли, всего 200 рублей. В последнее время уже 50 на 50. И то бывает, и даже этого нет. То есть люди не заезжают. Ставят на дорогах и все, на бордюрах. Проехать невозможно по улицам. Вот Воровского, Островского возьмите, Новогинскую. Вообще не проехать и даже не пройти. Выход из ситуации искали сегодня в мэрии. Наводить порядок руководства города, как и прежде, будет совместно с полицейскими. Сотрудники ДПС сегодня предложили свои варианты борьбы с нарушителями. Новые меры пресечения нарушений правил парковки и стоянки транспортных средств заработают уже с завтрашнего дня, как и работа эвакуаторов. Мы начнем работать буквально завтра. И думаю, что усилим эту работу. Начальник УВД города тоже готов различными рейдовыми мероприятиями с привлечением больших сил сотрудников полиции, то есть не только ДПС, но и других служб, эту работу проводить. И я думаю, что и администрация города усилит. Мы сейчас уделим этому особое внимание, потому что понимаем, что время пришло уже дать четкий отпор тем, кто нарушает правила дорожного движения. Кажется, пустяк бросил машину в неустановленном месте. Для горожан может обернуться трагедией. Речь сегодня зашла и о круглосуточной работе эвакуаторов. На улицах же и дорогах, которые ведут к жилым домам, образователям, учреждениям. Служба эвакуации вообще должна дежурить, подчеркивает мэр. В городе продолжает работать и система «Тайфун». Оборудование установлено на нескольких легковых автомобилях городского департамента транспорта. Они курсируют по городу и выявляют нарушителей правил парковки. Специальная программа позволяет считывать номерные знаки автомобилей. В прошлом году благодаря этому штрафов было выписано почти на 13 миллионов рублей. И все же самая действенная мера – это эвакуация, уверены специалисты. Это работа, которая должна вестись ежедневно. Так же, как у нас ежедневно работают скорая помощь, машины, сах, пожарные расчеты. Поэтому эту работу мы усилим. Что касается администрации города, департамента транспорта и дорожного хозяйства, то здесь, как вы слышали, поручение главы города прозвучало. Нам оказывать всякое содействие и взаимодействие с полком ДПС. Эта работа, в том числе работа и эвакуаторов, должна быть более стабильной. Чтобы наши нарушители, уважаемые, знали, что в принципе в любом случае или протокол, или эвакуация неизбежны. Не стоит нарушать правила дорожного движения. К слову, количество экипажей полка ДПС в Сочи увеличат. Этот вопрос будет решаться на краевом уровне. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну и некоторые предложения, о которых шла речь на совещании, уже начали притворяться в жизнь. Так, автоинспекторы Сочи нашли новый способ борьбы с неправильной парковкой. Помогают им в этом местные жители. Дорожные полицейские наладили связь с горожанами, которые сообщают сотрудникам ДПС о нарушении. По результатам определенной комиссии, с участием общественности, были определены наиболее проблемные места, где отмечается наиболее систематическое нарушение требований правил дорожного движения. Соответственно, были направлены наряды дорожной патрульной службы по указанным адресам. Кроме этого, организована нанесение службы в центральной части города на РДПС. Таким образом, правоохранители определяют участки, где чаще всего водители бросают свои машины и направляют туда экипаж полиции. Спецавтомобиль зачастую отпугивает любителей неправильной парковки. Ну а те, кто все же решается бросить машину в неположенном месте, остаются без транспорта. Его увозят на эвакуаторе на штрафстоянку. По данным автоинспекторов, плотное взаимодействие с общественностью помогло снизить количество эвакуированных машин. Аптечное управление Сочи, ПТП и бывший полигон ТБУ в Адлере получат из городского бюджета дополнительные средства на решение застарелых проблем. Для этого в бюджет курорта были внесены изменения. Их сегодня озвучили на очередной сессии городского собрания Сочи. Какие еще вопросы были рассмотрены сочинскими депутатами, расскажем в нашем следующем сюжете. Из краевого бюджета Сочи получит дополнительно 10 миллионов 700 тысяч рублей на проведение в городе чемпионата мира по футболу. Вопрос корректировки бюджета города стал одним из основных на очередной сессии городского собрания Сочи. Без изменения параметров бюджета было решено перераспределить деньги в ряде отраслей. Так депутаты сегодня проголосовали за выделение 71 миллиона рублей сочинскому ПТП. Они будут потрачены в том числе на расчет за приобретенную во время подготовки к Олимпиаде технику. Также решено выделить средства, это 10 миллионов, на ликвидацию в городе стихийных свалок, а также оказать материальную поддержку рекультивированному полигону твердых бытовых отходов в Адлере и аптечному управлению курорта. Для того, чтобы они погасили свои долги и вышли на нормальную работу по льготному обеспечению наших жителей лекарственными препаратами и в первую очередь сильно действующими. Потому что ни одно другое предприятие, которое имеется на территории города Сочи, они этими вопросами не занимаются. Также денежную поддержку получат и местные ТОСы. Более 5 миллионов. Такая важная для города работа общественников, председателей советов ТОС, квартальных, домкомов будет поощряться. В каких формах общественное самоуправление может реализовываться? Не только в Советы ТОС, но теперь и квартальные, уличные комитеты, домкомы. То есть это официально теперь у нас такой статус они будут носить. И, соответственно, и внесены изменения в порядок их поощрения. Общественники помогают городу не только в его благоустройстве. Большое содействие они оказывают и полиции, отметил начальник сочинского УВД. Так, благодаря бдительности горожан, Сочи удалось выявить и задержать будущего террориста. Им оказался исповедующий ислам несовершеннолетний. Всего же в прошлом году установлено 9 лиц, которые стремились примкнуть к запрещенной в России группировке ИГИЛ. В отношении трех уже возбуждены уголовные дела. В целом же общее количество совершаемых в Сочи преступлений за последний год снизилось. Были раскрыты все совершенные территории города Сочи. Убийства, изнасилования, а также факты причине тяжкого вреда здоровью, повлияющего у смерти. Возрос процент раскрываемости разбойных нападений, грабежей и мошенничеств. Раскрывать преступления полицейским активно помогает система «Безопасный город». В центре установлено более 3600 камер наблюдения. Следующим этапом должно стать оснащение такой же техникой улиц Красной Поляны и Лазаревского района Сочи. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Праздник настоящих мужчин в преддверии Дня защитника Отечества. Поздравления традиционно звучат в адрес всех представителей сильного пола. Но главные герои – это те, кто служил и служит в рядах Советской и Российской армии. Защитников Отечества честовали в зале Кубанского казачьего хора. Их поздравил и глава региона Вениамин Кондратьев. Продолжат наши краснодарские коллеги. Военная выправка и грудь в орденах. Несмотря на возраст и боевые раны, День защитника Отечества для этих людей – главный праздник. Они вспоминают своих товарищей, которые не вернулись из боя, и непростой путь, который каждый из них прошел. Герой России, участник двух чеченских кампаний, а ныне подполковник в запасе Сергей Палагин – человек очень скромный. Несмотря на все награды и звания, о себе рассказывать не любит. Больше говорит о друзьях, с которыми в небе защищали Родину. Андрей Глянцев, представник звания героя за то, что отвел свою машину от населенного пункта Просковей. Спас всех, всех спас, а сам погиб. Рефагатих обе были. Мы вместе воевали, вместе служили, вместе летали. И вот мой друг, как говорится, и погиб. И знаете, вот много таких ребят, мы вместе с ними служили, вместе летали в одном небе, защищали, выполняли задачи. Те, которые были поставлены нам командованием. Сейчас Сергей Палагин много сил и энергии отдаёт воспитанию молодёжи, так же, как его старший товарищ, герой России Павел Сюткин. Участник Великой Отечественной войны прошёл боевой путь от Брянщины до Восточной Пруссии. Был дважды представлен к званию Героя Советского Союза. Но награды нашла его только в 2008-м. Сейчас свои 95, Павел Павлович передаёт накопленные знания и опыт подрастающему поколению. Встречается со школьниками и студентами военных училищ. Служить в родине, быть в армии, это почётный долг и честь каждого юноши. А это сила и мощь нашего государства. Тех, для кого честь, достоинство, отвага и мужество, не просто слова, а образ жизни, чествовали сегодня в зале Кубанского казачьего хора. Ветеранов, офицеров российской армии, курсанта военных училищ уже во время официальной части поздравил глава региона Вениамин Кондратьев. 23 февраля исполняется 100 лет вооружённым силам. За это время наша армия пережила многое, но доказала свою силу и мощь. На свой вековой юбилей армия и флот России встречают с высоко поднятой головой. Потому что благодаря нашему президенту Российской Федерации мы смогли укрепить, восстановить, а где-то и создать заново военную мощь страны. Сегодня армия России снова считается одной из современнейших и сильнейших армий мира. Тысячи кубанских мальчишек проходят службу в различных частях и подразделениях по всей стране. И служат честно, достойно представляя свой край, край, в котором защищать Родину всегда считалось почётной обязанностью и святым долгом. Наша история знает много примеров самоотверженного служения Отчизне. Но самые яркие и героические из них, безусловно, показала Великая Отечественная война, победа в которой досталась невосполнимой ценой. Наш долг – заботиться о ветеранах войны и труда, беречь и защищать память о подвиге предков, не допускать искажений и любых переписываний исторических фактов. За значительный вклад в развитие ветеранского движения и патриотического воспитания подрастающего поколения из рук губернатора благодарности и почётной грамоты получили семь человек. Двое удостоились медалей за выдающийся вклад в развитие Кубани. В эти дни главные герои праздника – люди в погонах, но традиционно поздравляют всех мужчин, защитников в самом широком смысле слова. Наша армия самая сильная, наша армия самая смелая, наша... Краснодар. Десять юных сочинцев посетят Московский музей. Такой подарок особо отличившимся участникам военно-патриотического месячника сделала городская Лига женщин. Итоги целого месяца военно-патриотической работы подвели накануне в Хостинском районе. Это и разнообразные конкурсы, акции, спортивные турниры. В них приняли активное участие и юнормейцы, и воспитанники военно-патриотических клубов города. Отдельное поощрение заслужил семиклассник Хостинской школы Андрей Заливадний. Прошлым летом он вместе с товарищем помог задержать преступника, совершившего кражу. Поблагодарить мальчика и вручить ему грамоту от Совета Федерации в Сочи прибыл сенатор от Краснодарского края Алексей Кондратенко. Это, по сути дела, очень мужественный поступок, самоотверженный поступок. Школьник проявил свою гражданскую позицию. Мы много сегодня говорим о патриотизме. Это тоже поступок патриотический. Отличившимся во время мероприятий военно-патриотического месячника не только вручили благодарственные письма, но и сделали неожиданный подарок. Мы сегодня, Лига женщин, решили выступить в качестве поощрителей. Десять человек поедет в Москву. Обязательно будут там дня два-три. Полностью им сделают экскурсию. Москва в Великой Отечественной войне и восстановление. И посетят обязательно музей боевой славы, как сейчас он называется, музей победы. Торжественное закрытие краевого месячника «Овеина, слава и родная Кубань» состоится во вторник в Зимнем театре. Перед этим по площади у театра в 13 часов ровными рядами пройдут финалисты городского конкурса «Песни и строя». Поддержать школьников могут все желающие. Ну и, кстати, в связи с этим изменится движение транспорта на площади у Зимнего театра. С 8 вечера понедельника до 3 часов дня вторника там будет прекращено движение транспорта и запрещена парковка. Ну и к другим новостям. Снежный десант высадился в Сочи. Одноименная акция проводится в Краснодарском крае впервые, хотя зародилась традиция еще в 1969 году на Алтае. Всероссийский статус приобрела она два года назад. Главной целью снежного десанта – это патриотическое и нравственное воспитание, а также пропаганда студенческих отрядов. В рамках Всероссийской акции сводный отряд «Алкион», в состав которого входят 15 студентов Кубанского аграрного университета и Кубанского госуниверситета, а также студенты сочинского профтехникума, отправились в сочинские села. Пожилым людям, в том числе ветеранам Великой Отечественной, помогли по хозяйству. Спилили сухие деревья, подрезали кустарники, пропололи огород, нарубили дрова, провели генеральную уборку. После этого беседовали за чашкой чая и пели песни под гитару. Но дань уважения нужно отдать не только живым. Студенты облагородили и сельские памятники. Покрасили лавочки, высадили кипарисы, убрали мусор. Студенческий отряд принял участие во флешмобе «Спасибо за мир», участники которого пели патриотические песни. А после организовал автопробег по маршруту «Барановка-Верхний юрт», «Раздольная богушевка», «Завокзальный мемориальный комплекс». В каждом селе к памятнику были возложены цветы. Те, кто не понаслышке знает, каково это – защищать родину, редко вспоминают о войне. Сотрудник сочинского УВД Руслан Бариев после службы в армии решил, что защита нужна и в мирное время, и пришел в полицию. Руслан Бариев родился в Сочи, но детство и юность провел в Магадане. После техникума был призван на службу в воздушно-десантные войска в Новороссийск. В августе 99-го в составе дивизии Бариев был направлен для отражения нападения боевиков в Ботлихский район Дагестана. Батальон, в котором находился Руслан, принял на себя первый удар. Бойцы попадали под обстрел. Бариев получил сквозное пулевое ранение и попал в военный госпиталь. За решительность и смелость при исполнении воинского долга награжден Орденом Мужества. Вспоминая о службе в Дагестане, говорит, что именно она многому его научила. Боевое братство, так называемое, то есть ответственность перед кем-либо, или за кого ты отвечаешь. А молодым людям могу посоветовать, что служить нужно. Каждый мужчина должен пройти армию. В 2010 году поступил на службу в полицию. С января этого года Руслан Бариев назначен на должность заместителя командира 2-й роты сочинского полка ДПС. Взгляд нежный, улыбка ослепительная. По такой ориентировке работали сегодня сотрудницы городского ОВД. После таких слов грех не пройти к патрулю. А там мужчин с нежным взглядом и ослепительной улыбкой ждал сюрприз. Поздравление с Днем Защитника Отечества. Теперь грамота будет подтверждать, что таких, как он, Днем с огнем и полицейским в придачу, и то сложно найти. На память совместное фото. Поздравили с праздником. Было неожиданно и приятно. Больше бы таких праздников, подарков. Международный инновационный университет по сложившейся традиции поздравил Защитников Отечества праздничным концертом. В адрес ветеранов боевых действий и военных прозвучали слова благодарности. Ну а среди студентов, будущих Защитников Родины, развернулись нешуточные соревнования в рамках праздничной спортивно-развлекательной игры. В МИУ сегодня пригласили ветеранов боевых действий в Афганистане и стражей рубежей. Пограничники России уже более полувека ведут патриотическую работу с молодежью. В Сочи даже создана общероссийская организация «Юные друзья пограничников». На сегодняшний день в городе Сочи около тысячи детей охвачены уже этим движением. Много школ города, где созданы отряды юных пограничников. Наши пограничные подразделения города Сочи, они активно сотрудничают с университетом, и наши офицеры Мичмана проходят обучение и переподготовку в вашем университете. Что же касается воинов-интернационалистов, то они давно приняли эстафету по патриотическому воспитанию молодежи у ветеранов Великой Отечественной войны. Ветераны Афганистана традиционно проводят для сочинской молодежи уроки мужества. Не хотелось бы, конечно, чтобы эти дети когда-нибудь увидели то, что увидели мы. Поэтому я радуюсь за то количество детей в этом университете. Очень хорошее помещение, очень хорошее здание, где реально могут дети учиться и научиться тому, что в дальнейшем им пригодится. Гостей с наступающим Днем Защитника Отечества студенты поздравили творческими номерами, а еще устроили состязание. Сильная половина Международного инновационного университета соревновалась в выдержке и смекалке. Члены команд пытались повторить то, что должен уметь каждый солдат. Студенты ходили с треевым шагом, отдавали команды, исполнили солдатский танец. Не обошлось и без полевого караоке. День Защитника Отечества – это праздник настоящих мужчин, сильных духом, готовых в любую минуту встать на защиту семьи, дома и отчизны. Студенты Международного инновационного университета, а будущее страны готовы стать надежной опорой государства. К тому же, каждая команда показала отличные результаты. Вердикт жюри – победила дружба. Офицеры, офицеры, ваше сердце в адрицелом, за Россию и свободу до конца. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и на сегодня это все новости. Их вы уже можете найти на нашем сайте fkt.com. С вами была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова